Я очень рад быть в Киеве. Мы сделали наш дизайн, но в целом те проблемы, которые я обнаружил, когда я работал как консалтант в разных немецких фирмах, в e-commerce фирмах. Немножко обо мне и моем странном акценте. Я сам родился в Минске, 32 с половиной года назад примерно. Переехал в Германию, когда мне было 16. Долго жил в Германии, в разных уголках, колесил туда-сюда, налево-направо. И в итоге спустя 14 лет мне Германия надоела, и я решил подумать, может быть, стоит переехать куда-нибудь в другое место. И в итоге я оказался в Вильнюсе. Да, самое лучшее время, кажется, самая лучшая страна, самый лучший город в мире. Или нет, не так важно. Но на самом деле я оказался в Вильнюсе, и сейчас, в принципе, у меня получилась такая странная ситуация, что где бы я ни находился, у меня всегда очень странный акцент на английском, на немецком, на польском, на русском. Так что, здравствуйте. Но сегодня речь идет не об этом, сегодня речь идет об e-commerce. Так как, когда я жил в Германии, мы сделали журнал, Smashing Magazine, и часть проектов, которыми я работал, прежде всего, была не только Smashing, но и различного плана e-commerce проекта. Так я выглядел, иногда вещи меняются в течение времени. Это замечательный сайт, который, может быть, некоторые из вас уже видели, который поменялся буквально 4-5 дней назад и стал очень красным. Но и это поменялось, потому что есть теперь кнопочка, где можно поменять, перейти с красного на белый. Но сегодня я хочу концентрировать наше внимание как бы изначально, вот в первой части моего доклада, скажем так, потому что еще будет вторая, когда-то ночью сегодня. Но я хочу именно поговорить о Checkout. Потому что есть очень много интересных вещей о нас, которые мы, многие, наверное, догадываемся, или которые мы, может быть, знали или видели когда-либо. Но интересно применить некоторые из решений в плане Checkout в дизайне. Потому что в Smashing, когда мы начали работать над этим проектом, я имел возможность как бы использовать все трюки, эксперименты, техники, которые я как бы выучил за эти многие года. И на самом деле, если подумать, как бы в целом подумать о Checkout, как как бы процесс в дизайне, я удивляюсь, почему мы не уходим, не ходим на улицы и начинаем протестовать, как бы с флагами, со всеми делами. Потому что вот столько шагов нам нужно пройти, чтобы дать кому-нибудь деньги. Это как-то неправильно. Это не то, что мы идем в супермаркет, начнем первый шаг, второй шаг, третий шаг, 26 шагов, чтобы кому-нибудь дать заплатить деньги. Это как-то неправильно. Мы добавляем, конечно, продукт Shopping Card, смотрим Shipping Options, Taxes, Delivery Time, Refund Policy, Best Price Guarantee и так далее, и так далее, и так далее. И мы надеемся, что в конечном счете, в конце концов, когда мы закончим этот процесс, спустя 26 шагов, все получится и все сработает. Хотя на самом деле это не всегда так. Потому что, может быть, у нас появляется Credit Card Rejection, да? И тогда у нас продолжается этот замечательный процесс. И более того, не только он продолжается, мы становимся такими нетерпеливыми, идем домой, забываем про это, да? Идем к людям, которых мы любим, да? Детям, к родственникам и так далее. Забываем про то, что мы хотим купить какой-то продукт. И все, да? Мы забываем, но вот они-то, они не забывают. Нет, они не забывают. Они нам будут присылать reminders о том, что мы забыли купить что-то, правильно? Поэтому мы возвращаемся, пытаемся купить, и так далее, и так далее. Это целая-целая история. Поэтому неудивительно, на самом деле, что средний abandonment rate, an average documented online shopping card, abandonment rate, когда люди типа хотят купить, но не покупают, это почти 70%. Грубо говоря, 7 из 10 людей, которые хотят купить что-то, ничего не покупают, потому что интерфейс, потому что 36 шагов. Это вас не удивляет. Для меня, когда я вижу эту цифру, 70% это как бы, ну я не то, чтобы там люблю деньги, да? Но, скажем так, 70% это довольно много. И, конечно, это не то, что там мы можем каждого, кто хочет купить, превратить в покупателя. Потому что многие из нас, и когда я смотрю сейчас на вас, я вижу это, да? Многие из нас делают что? Мы добавляем продукт в shopping card, начинаем заполнять замечательные фаля, потом доходим до кредитной карточки и останавливаемся. А почему мы останавливаемся? А мы останавливаемся, потому что мы хотим узнать, какая будет конечная цена, да? Кто так делает? Как бы узнать, как бы уйдем через все шаги, просто чтобы узнать, сколько мы, собственно, будем платить. Так, многие не хотят признаваться в этом, ничего. Это еще изменится, да? Поэтому многие люди просто идут и дополняют все эти фаля, чтобы узнать, какая будет полная цена. Это как бы тестамент тому, что мы не доверяем e-commerce в целом. Это очень много, это большая цифра. Если посмотреть на причины, почему люди не покупают, хотя они, собственно, хотят купить, мы обнаружим, что 33% они покупают, потому что друг ни с того ни с сего. В какой-то момент в чек-ауте они обнаруживают, что они должны заплатить больше, чем они ожидали заплатить. Потому что есть такое ощущение, как price commitment. Мы знаем, что мы готовы заплатить, например, 20 долларов. Если вдруг ни с того ни сего нам приходится заплатить 23, хотя это не настолько уж гораздо больше, мы не покупаем. Другая история – это создание аккаунта. Я не знаю ни одного нормального человека, который встает с утра и первым делом думает о том, что нужно было бы создать какой-нибудь новый аккаунт сегодня. Я не думаю, что такие люди вообще существуют в целом. И если мы заставляем человеку создать аккаунт, то это большая проблема. Ну, часто, наверное, многие скажут, «Так а что? Амазон же так делает, правильно? На Амазоне надо создать аккаунт, чтобы купить». Первое большое… Наверное, у каждого из вас был какой-то момент, такая замечательная дискуссия с коллегами, сотрудниками о том, что зачем нам вообще нужен UX department в плане e-commerce UX. Мы сделаем то, что Амазон делает, да? Они-то знают, что делают, они уже делают давно-давно, и у них как бы все работает и замечательно, и все довольны. Это большая-большая ошибка, потому что, конечно, Амазон нельзя сравнивать с маленькими магазинами, которые пытаются найти и выиграть, скажем так, каждого покупателя. Амазон у них уже есть, у них совершенно другие приоритеты, чем у нас. Поэтому создание аккаунта – это очень-очень большая ошибка. Обычно. Когда нужно, нужно создавать аккаунт. Другая еще история – credit card trust. Если у нас сайт не выглядит так, как будто мы можем доверять, то мы не должны как бы удивляться, почему люди не покупают. Компликеты чека вопросов всего 18%, и потом, если вы не предоставляете, например, PayPal как опцию, а многие люди предпочитают платить через PayPal, тогда это, конечно, проблема. Есть много-много разных статистик такого плана, но в принципе это всегда одно и то же. Extra cost is too high, the site wanted me to create an account, complicated checkout process, couldn't calculate total quarter cost up front, website had errors or crashed. Но если страница не работает, то как бы да, никто ничего не будет покупать, это понятно. И несколько маленьких других вещей. И это можно увидеть везде, везде, везде и так далее. Интересно, что если взглянуть на топ 100 или топ 1000 retailers, e-commerce retailers, можно обнаружить, что в основном, если как бы сделать такой mapping, различные факторы, как, например, payment flow, credit card form, order review и так далее, и посмотреть usability score. Это как бы как в user interviews, как мы обнаруживаем, есть ли проблемы, нет проблем, все ли в порядке, все или все не в порядке. Можно обнаружить, что в основном, в самом лучшей ситуации, когда вот этот серый круг, это среднее значение, в основном, в лучшем варианте, мы должны рассчитывать на более-менее адекватный дизайн. Он никогда не замечательный. В лучшем случае он адекватный, то есть не может что-то как бы разобраться. Но в худшем случае он, естественно, очень-очень плохой. То есть чем правее в user base score, тем лучше. Это значит, что у нас есть opportunity, чтобы создавать интерфейсы, которые действительно могут продавать. Вопрос в том, как это можно сделать. Есть такие классические примеры, что всегда работает, что всегда не работает. AP-тест и так далее. Я лично не верю в AP-тест. Если мы проводим тесты, то мы проводим скорее AZ. AZ-тестинг, то есть совершенно разный дизайн, а не просто там поменять, не знаю, shadow в кнопке, например. Я думаю, что можно добиться локального максимума таким образом, но нельзя добиться глобального максимума. Поэтому кроме IP-теста, мы всегда проводим AZ-тест. И есть такие классические проблемы, которые всегда появляются, и вопросы, которые появляются всегда. Нам нужно в нашем чекауте иметь одну страницу, или три страницы, или четыре страницы, или две страницы. Does it matter? Does it not matter? На самом деле нет такого решения, которое работает всегда или не работает никогда. Поэтому я всегда, когда смотрю на такие тесты, я им, честно говоря, не очень доверяю. Но есть другие вещи, которые работают почти всегда. В зависимости, конечно, от публики, на которую вы нацелены, но в основном они работают. Я вот хочу пройтись из тех вещей, которые в моем случае работают почти всегда. Один из них очень прост. Hidden costs. То есть не видно изначально, сколько мы должны заплатить, тогда мы не должны удивляться, что в конце, когда люди начинают делать чекаут, они уходят, не заплатив. Потому что вдруг не стало, они сегодня нужно заплатить больше. И это действительно проблема, которую можно решить довольно легко. На Walmart, например, нужно пройти через один, два, три, четыре, пять, шесть экранов перед тем, как увидеть конечную цену или конечную стоимость того, сколько нужно заплатить. После того, как мы вводим кредитную карточку. И, конечно, таксис, опять-таки, в Америке это как бы совершенно нормально, что цена, которая отображается, она не конечная, да, но все равно в целом, если вы посмотрите здесь, надо друг ни с того ни с сего, хотя ты, может быть, нацелился на 69 долларов, заплатить 76, да. На самом деле разница не такая большая, но все равно для многих людей это уже причина не покупать. Как это можно решить? Можно сделать довольно просто. То есть смотреть, ну давайте посмотрим, откуда человек, да, и тогда просто вводить так называемый estimated shipping, да. В данном случае, если человек из Европы, а мы тебя доставляем из Америки, например, тогда мы будем, ну как бы это не ноль, это 8, 9, 10, скажем, 9, 95. По крайней мере, это ближе к этой конечной стоимости. Но, конечно, как и всегда с IP, мы не можем полагаться на IP, потому что мы никогда не знаем, на самом деле этот человек из этого региона, или он использует VPN, или прокси, и так далее. Ну, это уже немножко лучше, но не то, что как бы хотелось бы, хотелось бы что-то более прочного, скажем так. Можно делать немножко иначе, можно сказать, почему бы нам в тот момент, когда человек идет в чекаут, не спрашивать его, куда будет доставлен продукт, и не спрашивать, в какой валюте он хочет заплатить. Фунты и United Kingdom. И уже в данный момент мы, в принципе, можем спокойно отображать полную конечную стоимость этого продукта. То есть это, в принципе, единственная вещь, которая нам нужна. Единственная вещь, которая нам еще нужна, конечно, это Express Delivery или Normal Delivery. Но как дефолт, мы, конечно, будем отображать Normal Delivery. И мы подумали, почему бы нам не сделать что-то подобное. В нашем виде дизайне мы добавляем продукт Shopping Card, потом появляется такой мини-шоппинг-карт, где можно выбрать, куда будет доставлен продукт, Shopping to US, Shopping to Canada и так далее. И в данный момент уже, после того, как человек выбрал страну, можем отображать конечную стоимость этого продукта. Но в конечном счете, может быть, было бы даже лучше сделать немного иначе. Мы начали как бы крутиться, вертеться, думать, что можно упростить, потому что цена – это не единственная вещь, которую человек хотел бы узнать. В нашем случае мы доставляем физические продукты, и поэтому достаточно важно было бы узнать, когда эта книга будет доставлена в самое позднее, когда она будет доставлена. Поэтому мы доказываем, когда она будет доставлена, прямо тут же, прямо здесь, да? И не то, что там в течение трех-четырех рабочих дней, а именно дату, когда гарантируем, мы гарантируем, что эта книга будет доставлена. Самая поздняя дата. Но все равно это как-то выглядело так не совсем правильно. Я подумал, может быть, что-то не хватает, а опять-таки, могут люди это просто пропустить, и может быть, можно сделать немного иначе. Поэтому мы решили, а что если вообще изначально мы делаем free shipping на все продукты, да, и поднимем стоимость всех продуктов. Ну, как бы не на 100%, конечно, чтобы это, потому что мы не можем просто поднимать там 10 долларов стоимость каждого продукта, но в целом попробовать посмотреть, какой будет общий доход за, допустим, на какой-нибудь понедельник или во вторник, даст ли это какой-то результат. И на самом деле, общий, как бы, income за день или общий доход был выше, чем с дополнительными затратами на shipping costs. Поэтому сказали free shipping везде, но мы везде подняли стоимость. Кроме того, когда мы начинаем делать checkout, действительно, было бы полезно показать сразу все, не только в плане стоимости, а и в плане того, например, что мы поддерживаем, поддерживаем мы PayPal, кредитную карточку или нет. Поэтому мы подумали, хм, shipping free, но можно это сделать немножко лучше, например, pay by card or PayPal free. И в данный момент, в принципе, не должно быть никаких неожиданностей или concerns, как бы все должно быть четко и ясно. Free by pay card or PayPal. Но, вот что интересно, мы решили протестировать, а что, если я поменяю этот дизайн на такой дизайн? В чем разница? Разница заключается только в том, что теперь здесь, там, где pay by, у нас три radio buttons. В предыдущем случае просто pay by card or PayPal free. В этом случае pay by, debit card free, credit card free, PayPal free. В принципе, в плане messaging это абсолютно то же самое. Но, я думаю, что многие из вас догадываются, что эта версия имеет более высокую конверсию, чем эта версия. Почему? Ну, как бы многие уже догадываются, потому что есть иллюзия выбора, в то время как здесь это все очень пассивно. Здесь ты как бы активно выбираешь опцию, получаешь что-то взамен. Как бы немножко инвестируешь, немного усилий, чтобы получить что-то взамен. Но, опять-таки, в конечном счете, наши продукты не то, что нам доступны везде в мире, они доступны только через нас, через наш магазин, поэтому мы решили оставить, в принципе, так все равно. Там конверсия была чуть выше, но это не так значительно в нашем контексте. И таким образом, в принципе, можно отображать сразу все, все, абсолютно все, что нужно. subtotal, taxes, shipping costs, delivery times, fees, charges, total price, right away. Более того, если не каждый может себе позволить free shipping, можно делать кое-что другое, можно сказать, почему бы нам не показывать маленький lightbox, приятный, красивый, хороший pop-up, как мы любим, показать хороший pop-up и спросить, куда вы хотите доставлять книги или доставлять ваши продукты и в какой полюсе вы хотите оплачивать. Один из нас это сделано, юзер выпал, литва, евро, готово сразу. Все цены во всем магазине будут отображаться в конечной стоимости. Конечно, если для стендердшиппинг, не обязательно для экспресс-шиппинг. Одна фишка, которую нужно учитывать здесь, это то, что можно ожидать, или вернее стоит ожидать большую проблему с юзерами, не покупающими, если у вас отображается цена в валюте, которая непонятна, незнакома, скажем так, для человека, который покупает. Не потому, что люди глупые и не могут с конверсией сделать, конечно, а потому, что в данный момент непонятно, кто будет платить за эту конверсию. Это будет с вашей стороны, это будет с той стороны, какой будет exchange rate и так далее, будут ли дополнительные credit card fees. Это создает большую, большую проблему. Всегда надо такие вещи избегать. Потому что люди, опять-таки, не могут пересчитать, а потому что они не знают, сколько они заплатят. В итоге они вообще не покупают. Более того, есть всегда две детали, которые нужно учитывать. Это довольно странные старые скриншоты, но это очень часто появляется проблемой. Потому что в середине, например, в Toys for Us можно выбрать express shipping, но непонятно, сколько express express. сколько дней это займет, сколько будет стоить. И в итоге, получается, ты выбираешь express, проходишь опять через весь check-out, и в самом конце показывается, что тебе надо будет сдать в принципе всего на один день меньше. Это не бесполезно, скажем так. Та же самая история, как и справа, в Walmart, где опять-таки непонятно, сколько ты дополнительно будешь платить за express. И поэтому решение очень простое на самом деле. Мы подображаем сразу standard express express, сколько это будет стоить в сумме и сколько рабочих дней. Более того, лучше это немножко улучшить, и вместо того, чтобы сказать 4-8 рабочих дней, показать дату, самую позднюю дату, когда будет продукт доставлен. Немножко прыгаю, но это, я думаю, нормально и понятно. Более того, часто нас встречаются продукты, особенно если у вас есть какой-то e-commerce shop большой. Существуют продукты, когда очень сложно сравнивать. Допустим, если мы покупаем, не знаю, popcorn flakes, и что это там, я даже не знаю. Было бы довольно удобно иметь ничто наподобие unit pricing, где можно действительно сравнивать каждый продукт, потому что в одном может быть 120 грамм, в другом 130 грамм, в третьем 150 грамм. И опять-таки, если люди не могут выбрать, не могут легко выбрать, принять решение, они вообще не выбирают, они вообще не покупают. Поэтому unit pricing, и потом может быть даже smart sorting, когда мы можем сортировать продукты по этому unit price, может помочь увеличить конверсию. Другая вещь, которая довольно интересная, это то, что мы, ну не только мы, но и нормальные люди, обычно не имеют, нормально я имею в виду, я не пытаюсь никого обидеть здесь, просто мы очень special, да, но в целом, обычные юзеры, которые покупают продукты, скажем так, они не любят сравнивать продукты, да, поэтому мы не любим добавлять продукты в шоппинг-карты, начинать чек-аут для того, чтобы в конечном моменте сбросить его. Оказывается, многие из нас, когда мы пытаемся купить что-то, что, допустим, более определенного флеш-холда, например, там 300-400 долларов, допустим, тогда мы начинаем делать практически все, начинаем копировать название продукта, его article number, Google, то, что посмотрите, если кто-нибудь, какая-нибудь фирма, которая предлагает его дешевле, кто так делает? Он говорит, я вижу, я вижу, я вижу, да, но вот что интересно, если достаточно, вполне достаточно иногда показать такой price-match-tool-tip, сказать, hey, не уходи никуда, мы же все сделали, всю работу сделали для тебя, у нас самый лучший price-matching-tip, мы уже все, не надо никуда идти, если ты найдешь где-нибудь дешевле, мы сделаем еще дешевле. Для многих людей это, типа, такое успокаивает, мол, а, ну да, ну тогда я не пойду, да, не для всех, но для многих, этого иногда вполне достаточно. То есть, такие вещи можно, в принципе, сделать, поиграть с ними, посмотреть, что будет, да. Другая интересная вещь, это то, что происходит с купонами. Мы все любим купоны, да, discount codes. А вот что происходит, если мы хотим что-то купить, и там есть замечательное поле для купона, а вот купона-то у нас нет. Хм, многие из нас, сейчас я вот так смотрю, да, многие из нас идут в Google и пытаются найти один, и может быть даже иногда мы, если допустим, покупаем что-нибудь на dell.com, то, может быть, мы идем так и смотрим сегодня на что, ноябрь, ноябрь 2017, да, может что-нибудь типа, dell, coupon code, november 2017, что-нибудь такое. Ну, кто так делает, ну-ка признавайтесь. Ну, многие так делают, кто-то группа не хочет признаваться, все нормально, окей. но, можно сказать, ну так что, не нашел купон, так не нашел купон, не моя проблема, да, тоже небольшое дело, но есть большая разница между двумя людьми в совершенно разном state of mind. Допустим, вот один человек хочет купить, например, что-нибудь в Dell, да, пытается найти купон, и, честно говоря, из 9-10 случаев, когда мы пытаемся найти этот купон, он не работает все равно, правда? Бедные люди, столько пытаемся, столько пытаемся, но он не работает все равно. Так вот, этот человек такой, ну да, опять не сработал, ну, ну ладно, ну что делать, ну, ладно, продолжает check out. Этот человек идет в Google, находит какой-то купон-код, видит зеленую галочку, все такое, сэкономил там, не знаю, 10 долларов, 5 долларов, я сэкономил, что я, I tricked the system, да, два человека совершенно разных mental state. Так вот, что мы решили протестировать, что если мы возьмем этого человека, да, или вот этих людей, которые как бы в таком, whatever, state of mind, и такие, я нашел купон, да, и пытаемся сверить, сколько будет abandonment rate вот такого человека, если у него будет какая-то проблема в check out, и вот такого человека, который настолько excited, что вообще. Интересная вещь, что этот человек, как только он увидит какую-то проблему с кредитной карточкой или еще с чем-то, довольно большая вероятность того, что он сбросит и уйдет. Этот человек пойдет своему соседу, да, пойдет своим знакомым, будет пробовать через PayPal, будет пробовать через разные карточки, которые у него есть, потому что он не знает, будет ли этот купон действовать завтра, да, он пойдет и будет там ходить, чтобы добиться этого, чтобы купить. То есть это совершенно разные, разные мотивации, поэтому у этого человека будет совершенно другая мотивация купить, да. Так вот, мы решили подумать, а что ему как-то можно с этим немножко поиграть, чтобы действительно улучшить конверсию еще больше. Потому что есть разные опции, да. Можно сказать, ну, нету купона, нету купона. Это как бы baseline. Можно сказать, давайте сделаем купон-пейдж, да, на нашем сайте, где мы сделаем такую страничку, где будут все купоны, по крайней мере, человек будет оставаться на нас на сайте. Да, не то, что там уходить куда-то в Google, может еще найдет какой-нибудь другой продукт или какой-нибудь другой сайт с лучшим offer, он будет оставаться у нас на сайте. Да, это как бы одна опция. Другая опция, ну, давайте добавлять тогда купон, да, в эти купон-фармс, которые везде существуют, так, чтобы всегда был какой-то один действующий. Да, это тоже опция, например. Что можно еще делать? Можно еще прятать купоны, как, например, Ryanair. Вместо того, чтобы назвать купон-купоном, они называют его voucher reward. У них нету vouchers, и их нету rewards, да, но если кому-то нужно найти обязательно купон, потому что у них есть, я думаю, они как бы сообразят и найдут, да, но это опять-таки dark pattern, да, это как бы, ну, такие вещи люди делают, которые идут потом домой, пьют, идут спать и забывают про все. Потому что это действительно так, ну, это некрасиво, я не могу спать, когда я вижу, если я делаю что-нибудь такое. Ну, вот такие опции, да, ну, окей, что работает, что не работает. Если люди видят купон-пейдж, как бы, на вашем сайте, они думают, ну, backup, я все равно пойду в Google, найду нормальный купон, да, потому что я не могу доверять, я не знаю, будет ли там еще, может, что-нибудь получше, они же не будут самый лучший купон выставлять в себя, правильно, они что, идиоты, какой-нибудь такой, левый, я найду правильный, идут в Google, пытаются найти, потом не находят, и в крайнем случае используют тот, который они нашли, да, то есть оно как-то не покажет, все равно люди идут в Google, самое лучшее действительно это пойти и сказать, ну, давайте позаботимся о том, что всегда был в Google какой-нибудь активный купон, но мы подумали, а что если добавлять Google неактивный купон, то есть неправильный купон, это как, да, а, например, вот так, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, да, то, допустим, мы введем какой-то левый купон, не знаю, Ice Cream, Ice Cream 2017, звучит как хороший купон, да, Ice Cream 2017, человек вводит этот купон, потом получается, что, о-о, that coupon code seems to be fishy, why don't you try fish, instead? Хм, водишь fish, you save 1%, так, а вот теперь интересный момент, зачем и почему, если одна очень хорошая, здесь есть две хорошие причины, почему мы так делаем, во-первых, я думаю, многие раз догадываются, во-первых, если вы вставляете какой-то купон, да, на эти coupon farms, вы не выставите купон на 78 центов, это как-то позорно немножко, да, выставите купон на, не знаю, 5 долларов, 10 долларов, 15 долларов, не знаю, что-нибудь такое более приличное, да, но мы не хотим тратить там 5, 10, 15 долларов с каждой продажи, это как-то так, ну, много, честно говоря, с каждой продажи, да, поэтому можно сделать такой трюк, когда, в принципе, это все равно довольно nice, потому что люди это не ожидают, когда мы теряем 78 центов, но опять-таки мы получаем юзера, которые в этом состоянии, что зеленая, зелененькая, зелененькая, это хорошо, да, и они пойдут своим соседям, к своим знакомым, своим друзьям и так далее, чтобы купить, но это скорее гиммик на самом деле, в нашем случае, действительно работает, другая история, это не только, конечно, купон, но и payment options, наверное, многие из вас видели вот эти замечательные штучки, да, как бы они везде, ну, не везде, но они во многих местах, а вот интересно, работают они или нет, то есть проверял, то есть тестировали, мы просто покупаем такие вот замечательные логотипы, тратим на них там 500, 700 евро, не знаю, в год, и чтобы был, потому что лучше, мы проводили тоже много разных тестов, на одном сайте, мы добавили Норстон, и мы добавили MacFasecure, конверсия упала, почему конверсия упала? До этого их вообще не было, до этого не было ничего. Ну, как бы доверие к бренду есть. Потому что если спросите людей, which badge gives you the best sense of trust when paying online, правда, 2013 года, поэтому это, может быть, еще изменилось, то 36%, 35%, скажет Нортон, 22%, 23%, MacFasecure, и потом все остальное. Самое интересное, кстати, что эти первые два не имеют никакого отношения к интернету вообще. Они просто обычно pre-installed на Windows, и поэтому люди ассоциируют как бы security или privacy с ними. Но это было интересно, почему? Потому что люди вдруг начинают задумываться над security. Это проблема, потому что я был в этом интервью, и такой дяденька, такой солидный дяденька сидит передо мной, и говорит такую вещь. Ну, я как бы смотрю, что у него были проблемы с покупкой. Я так, интересно, почему как бы вдруг ни с того ни с сего, протестировали все до этого, и все было совершенно нормально, а в этот момент как-то вдруг проблемы. И он сказал, ну, у меня буквально две недели назад были проблемы с вирусами, и я подумал, что если бы поставили Нортон, значит, и у вас были проблемы с вирусами, и я не уверен, было ли у вас, как бы использовать мою кредитную карточку, кредитную карточку фирмы, потому что вирусы, и Нортон, и как-то... То есть начинает вдруг нестанавливать на себя думать, и придумывать себе целые истории. И вам это все не нужно, в большинстве случаев. Пока, в нашем случае, в одном проекте, правда, мы добавили Нортон, оно увеличилось, но в целом, просто возьмите, посмотрите в Chrome, 15 минут у меня стало замечательно, посмотрите в Chrome, посмотрите эту зелененькую иконочку, там, где педлок, там, где замочек, скопируйте замочек, поставьте вот кнопку purchase, все. Больше чего не нужно делать. Чтобы, например, главное, чтобы зеленое, и главное, чтобы было больше всего похоже на Chrome. Ну, или на педлок, просто в целом педлок. Работает гораздо лучше, чем вот эти все. Или сделайте новый дизайн, какой-нибудь, а, супер секьюр, Макнортон секьюр. Будет еще лучше, может быть, конверсий, чем в этих ситуациях. Да? Но в целом, конечно, опять-таки, педлок добавляет, и как бы просто серый фон. Серый фон, плюс зеленый замочек. Больше ничего не нужно в мире. Ну, он же здесь желтый, но вообще лучше зеленый. И есть еще, конечно, куча дискуссий. Обычно, какой у нас будет дизайн, у нас будет скюморфизм, у нас будет флэт. Да какая разница, честное слово? Да кому это важно? И так, в принципе, совершенно нормально. Почему бы и нет? По крайней мере, понятно всегда, что везде, что водить. Это, кстати, не моя карточка, так что не надо фотографии делать. Так что все нормально. И в итоге, у нас вот такой дизайн. Главное, что есть зеленый замочек. Еще одна интересная вещь, это рейтинги. Да, мы любим рейтинги, а больше всего мы что любим? Мы любим плохие рейтинги, правильно. А почему мы любим плохие рейтинги? Потому что мы хотим узнать, что может быть самым худшим, что может случиться с нами, когда мы купим что-то. Но мы любим особенные рейтинги. Мы любим, когда есть много хороших и несколько плохих. Но мы не любим, когда слишком много хороших. Потому что, если я вам сейчас задам вопрос, если у вас есть две опции, такие вот очень сравнительно похожие продукты, да, один 5-0 имеет рейтинг, другой 4-7. Но у того, который 5-0, 12 reviews, а у того, который 4-7, 49. Кто выберет 5-0? Опять-таки еще раз, 5-0 с 12 рейтингами и 4-7 с 49 рейтингами. Кто выберет 5-0? Кто выберет 4-7? Кто пойдет еще смотреть? Некоторые еще пойдут смотреть, да. Но 4-7, а вообще самое лучшее это 4-82. Или 4-83. Поэтому если у вас 5-0, вам нужно действительно задуматься о том, что вам нужно снизить рейтинг и попросить кого-нибудь написать какое-нибудь правильное, но негативное ревью. А потому что мы любим, опять-таки, много хороших и немножко плохих. И на седанчин зонам читать, конечно, самые плохие. Это не только для электроники, например, но и для, в принципе, для любых продуктов, книги и так далее, и так далее. То есть в основном мы предпочитаем 4-7, 4-8 вместо 5. Да, поэтому лучше действительно не то, что там мы самые лучшие, у нас 5-0, ля-ля, в это люди все равно не верят. Но в целом довольно полезно задуматься о том, чтобы когда вы делаете свой дизайн и редизайн, как можно действительно использовать эту информацию, которая добавляется в рейтингах. Потому что на самом деле это самое ценное, что есть на сайте. Потому что было бы довольно удобно взять, там нажал примерно 5 звезд или нажал на одну звезду и посмотреть кейворд и ключевые слова, что самое худшее и что самое лучшее в этом продукте. Более того, можно действительно использовать это гораздо глубже. Кстати, было бы неплохо, если можно было бы сортировать все продукты на сайте, опять-таки, учитывая вот эти кейворд, которые есть в рейтингах. И более того, может быть, если мы хотим что-то купить, ты взял, пошел на сайт, вы должны тебе купить смартфон, какие тебя вещи интересуют, кейворд, easy reviews, long battery life, что там еще было. И вот у тебя получается список продуктов, которые основаны не на спецификации, которые прислали там компании сами, а именно из информации, которая спрятана или сохранена в reviews. Это гораздо более удобно. По крайней мере, многие пользователи используют именно эту информацию. Именно поэтому мы ходим на, что пытаемся прочитать сначала, не пытаемся, а сначала читаем самые негативные reviews. И некоторые сайты так и делают на самом деле. Argos, например, соединяет, связывает людей, которые купили что-то с людьми, которые собираются купить этот продукт. Каким образом? Люди, которые купили что-то, могут отвечать на вопросы людей, которые заинтересованы в этом продукте. Если они получают правильный, хороший ответ, полезный ответ, тогда люди, потенциальные покупатели могут сказать, окей, useful. и тогда те, кто ответили, получают кредит, которые они могут использовать для следующей покупки. Полезно для людей, которые хотят купить, полезно для людей, которые купили. Нам ничего не надо делать. Как-то удобно, да? Кроме, конечно, мейнтенанс. И, конечно, нет ничего лучше, чем связь человека, который хочет что-то купить, с человеком, который купил, но имеет нейтральное мнение об этом продукте. Не то, что там владелец сайта и не то, что там, скажем, создатель этого продукта, а где-то, кто более нейтральный. Еще другая история, например, как мы отображаем продукты на сайте или в разных категориях. Потому что есть разные опции. Есть называемый pagination, допустим, допустим, не знаю, какой-нибудь women's shirts. Если у нас, допустим, 40 продуктов, 50, 70, может быть, как их отображать в line layout, можно сказать, давайте использовать pagination. Мы переходим с одной страницы на другую и показываем 18. Иногда можно выбрать, сколько мы хотим показать. Там 18, 36, 50, так далее. Это одна опция. Другая опция это load more button. Директор скролит вниз, друг с того, не сего, и встречает замечательный load more button. Надо на него нажать, чтобы увидеть еще больше продуктов. Или infinite scroll. Мы скроллим вниз и скроллим, и скроллим, и скроллим, и скроллим, пытаемся дойти до футера и не можем, и скроллим, и скроллим, и продолжаем скроллить, а продукты все появляются, и появляются, и появляются, и скроллим. Infinite scroll. Что работает лучше? И вот кто, что бы вы выбрали? Как дизайнер, мы же такие, мы же знаем, мы же толковые. Что бы мы выбрали? Кто бы выбрал pagination, когда мы переходим с одной страницы на другую? Кто бы выбрал load more button? Кто бы выбрал infinite scroll? Если мы спросим у пользователей, или, вернее, не спросим, а посмотрим, как пользователи реагируют на все эти три опции, они терпеть не могут все три опции. Почему? По разным причинам. Pagination, если у вас, если вы на самой популярной странице на сайте, это обычно sales page, на ней может быть 200, 300, 400 продуктов. Прыгать с одной страницы на другую постоянно, довольно занудная история, скажем так. Поэтому в данном случае, если вы используете pagination, то на самом деле очень полезно иметь выборку, сколько продуктов мы хотим отображать на одной странице. Но так или иначе, все равно переход по страницам довольно муторный. Хотя, многие люди будут классически делают что? Переходят на вторую страницу или на третью, потом посылают себе ссылку на e-mail, чтобы продолжить потом браузинг на другом, например, на лэптопе. Load more, целая история. Скролешь вниз, и люди начинают жаловаться, почему надо постоянно кликать на эту кнопку? Почему не покажется сразу больше? Ну хорошо, показываем больше, вот infinite scroll. Почему вы так много показываете? Зачем вы так много? Я не могу выбрать теперь. Надо так, ну что делать? Оказывается, есть, кажется, вот как-то странно, да? Первая не работает, вторая не работает, третья не работает, и кажется, что комбинация тоже не должна работать, да? А вот нет. Мы же странные, странные. Оказывается, есть ситуация, когда комбинация load more и infinite scroll работает лучше всего. Как оно работает? Изначально человек заходит на сайт, видит 10-30 продуктов, скролит вниз, у нас infinite scroll, появляется еще 10-30, в какой-то момент появляется, может быть, 60, максимум 100 продуктов, и тогда мы меняем, вместо infinite scroll переходим на load more. почему и зачем? Во-первых, мы можем достичь футр теперь. Это замечательно, да? Довольно быстро. С другой стороны, всегда появляется такое feeling of fatigue, это называется в интервью. Когда человек увидел 60-70 продуктов и ничего не выбрал, появляется такой классический момент, когда люди начинают говорить, I don't know, все так выглядит практически одинаково. В этот момент большая, здесь большая вероятность того, что они уйдут. Но если им нужно как бы перейти на другой mental state, чтобы нажать на кнопку, или как бы они могут сделать break, когда ты видишь, что вот первая часть готова, вторая часть, тогда в принципе вероятность того, что они что-то добавят выше. И есть еще две интересные вещи. Одна из них email, другая пароль. Email, да? Мы же знаем, какие мы, да? Мы, когда нас кто-нибудь просит повторить email, мы что, будем повторять email? Тоже мне. Мы знаем. Нет, вводишь email, одного раза достаточно, для второго раза copy-paste. Кто так делает? А, большинство. Потому что, что мы глупые, что ли? Да? Но они-то, они-то знают. Нет, они будут блокировать email, да? Чтобы нельзя было сделать copy-paste. Ну, такие дизайнеры бывают, да? Или, еще хуже, скажут, я, это, наверное, самый лучший пример, который я когда-либо видел. Когда они скажут, ха, хочешь скопировать? Фиг вам. Я знаю, что сделаю. У тебя есть твой email, email.gmail.com, я сделаю на второе поле, confirm email, я разбью его на две части, до собачки и после собачки. Вот, хочешь копируй отдельно, хочешь, не хочешь, не копируй, быстрее будет ввести. Но я все равно копирую, так или иначе, да? Но это как бы причина, почему это действительно не работает, да? И на самом деле, как бы в этом плане что-то меняется, например, там, Apple меняет, там, your face is your password, или иногда нужно ввести, решить пазл, или ввести какой-то signature, и так далее. Но, в принципе, гораздо проще было бы, а это, кстати, немножко другое совсем. Но почему бы не отстать? Я не знаю, что это здесь делает, я, наверное, ошибся, но как-то мило, да? Сейчас в этот момент я очень лаконично перейду в другой части презентации, потому что я перепрыгнул не туда, по-моему. Так или иначе, выключается в чем? С e-mail, да? когда мы делаем confirm your e-mail, мы решили задать вопрос, и когда, в принципе, было бы самое лучшее время задать вопрос о e-mail, и спросить e-mail. Потому что когда мы начинаем вводить e-mail, или потом confirm your e-mail address, в этот момент мы, в принципе, на автопилоте. Это не то, что мы прямо хотим ввести правильный e-mail, мы просто его вводим автоматом. А вот когда мы или юзеры больше всего заботятся о том, чтобы был корректный или правильный e-mail, не тогда, когда они вводят там first name, last name. Многие из вас, я в этом уверен, когда вы покупаете какой-то продукт, и у вас есть confirmation page, мы же не закрываем confirmation page, мол, thank you for your order, ля-ля-ля-ля. Нет, мы не закрываем. Мы что, правильно? Мы проверяем почту, чтобы проверить, все ли пришло грамотно, чтобы все ли дошло, чтобы они нам потом не сказали, что мы ничего не купили. Мы же купили, мы же заплатили. И многие из нас даже более того, сделают скриншот, сохраняют как PDF, сделают backup, просто чтобы на всякий случай, чтобы они там знали, мы от нас так просто не уйдут. Так вот, интересно получается на самом деле, если посмотреть, когда юзеры действительно заботятся о том, чтобы email был правильным, прямо перед покупкой, перед тем, как нажать на эту кнопку, с замочком, очень важно, прямо перед тем, как нажать на эту кнопку, и прямо после того, как они нажали на эту кнопку. И в этих обоих ситуациях надо проверять, правильный ли был email. Поэтому, что мы решили делать, прямо перед тем, как вы нажимаете на эту кнопку, типа купить продукт, да, окончательно купить продукт, есть большое поле, Please check your email to make sure it's correct. Проверьте, правильно оно или нет. Если они все равно нажимают, то все равно такое же поле есть и после покупки. То есть они могут послать, например, confirmation email на другой email address. Если они его меняют, тогда этот email сохранен как второй или secondary в системе. Другая история с паролем. Вот я смотрю на вас сейчас, да? И на вас тоже. Вот смотрю и кажется мне, что в среднем здесь, ну мы такие IT, наверное, у нас, наверное, 3,8 паролей на человека. В среднем. Да? Вот у нас есть Gmail пароль, да? Он хороший пароль. Там все есть, там есть маленькие буковки, большие буковки, восстательный знак, вопросительный знак, точки, запятые, квадраты, я не знаю, все, что там есть. Все есть, это хороший, добротный пароль, да? Мы его не помним, поэтому мы делаем что? Да, мы его хорошенечко так записываем куда-нибудь, не знаю, на десктопе, наверное, текст файл, типа passwords.txt файл, да, чтобы было хорошо запишено все такое. И он у нас там хранится. Это первый пароль, да? Есть второй пароль. Facebook. Тоже такой хороший, грамотный, все, маленькие буковки, большие буковки, восстательный знак, все, что нужно, да? Потом еще есть обычный третий пароль, который скорее там онлайн-бэнкинг, такие вещи, которые довольно важны. А есть четвертый, да? Есть четвертый. Если кто-то хочет создать аккаунт, чтобы вы создали аккаунт, вы не будете использовать первый, и не второй, и уж, конечно, не третий. Вы будете использовать четвертый, да? Многие не хотят признаваться, но я думаю, что в основном скорее да, а они нет. Так вот, а они-то что? Они-то хотят дополнительные вещи от вас, дополнительный восстательный знак, или упростительный знак, или какие-нибудь специальные символы, или цифры, и так далее. И что мы делаем? Мы же не глупые, да? Мы вводим пароль, который мы всегда вводим, четвертый, и добавляем то, что нужно. Да? Кто так делает? Да, многие из нас так делают. А если мы добавляем, это значит, что буквально в следующий момент, после того, как мы купили, мы уже забыли этот пароль. И что мы будем делать в следующий раз? Правильно восстанавливать. А что происходит, если мы восстанавливаем? Если мы восстанавливаем, то 75% из покупателей не купят, если им нужно при покупке восстанавливать пароль. Вот таким образом мы теряем деньги. А я не люблю терять деньги, да? Вот таким образом мы теряем действительно очень много денег. Поэтому что мы можем сделать? В основном люди все равно будут использовать этот четвертый пароль. Просто пишите, делайте, что хотите. И, конечно, если он очень глупый, типа там 1, 2, 3, 4, 5, надо написать don't be ridiculous или что-нибудь там вроде, или там ABCDEF. Но в основном люди используют тот, который довольно secure. И просто пропускайте его, вот и все. Вопрос в том, когда его спрашивать, этот пароль. В другой момент, когда ты получаешь confirmation email, мы пишем set your password and get an extra $15 discount for next purchases. Потому что единственная вещь, которая никогда не работает, никогда, это sign up to check out faster next time. Никого это не заботит вообще, никогда. Но вот discount, мы же все любим купоны, да? Любим. Поэтому люди в основном будут создавать аккаунты. Более того, они будут создавать много аккаунтов. Они будут создавать много аккаунтов. Просто для того, чтобы позаботиться о том, что может быть, у каждого есть другой, разный купон. На самом деле он один и так и так. И что вы думаете? 78% конверсии в данный момент. Потому что все действительно хотят получить этот купон. Но во всем интерфейсе у нас, во всем интерфейсе вот этого продукта, скажем так, этого check out, у нас нет ни одной ссылки, которая говорит create an account или sign up. Это все происходит, в принципе, автоматом, когда мы делаем check out. На самом деле это выглядит примерно так. Так, нажимаем на сайт и паспорт. Или send confirmation, то не надо имейл. То есть на самом деле все довольно просто, мне кажется, но просто нужно учитывать, что люди делают, что люди не делают. Но есть те вещи, которые, скажем, нужно знать, что они работают, но лучше, пожалуйста, их не делать. Или, по крайней мере, видеть их тоже. Это тоже полезно. Это когда речь заходит о dark patterns. Значит, вы приходите на сайт, и вдруг не ставите SEO, вы там в check out, и так далее, и вдруг появляется такой pop-up, мол, get 20% off when you complete your order now с счетчиком, и кнопкой click to activate this deal or use coupon code. Здесь есть, опять-таки, нечто такое практически магическое в этой кнопке, или в этом pop-up, потому что, опять-таки, он был нацелен на американцев, и в Америке можно обнаружить очень... Ну, как бы, американцы немножко странные бывают иногда. И можно было обнаружить очень странное явление, когда именно слово click to activate this deal вызывает очень странную реакцию. Люди в интервью говорят, что, конечно, когда они нажмут на кнопку, они говорят, well, I cannot back away from a deal. It's a commitment. There is no way back. I committed to a deal. It's like a deal. A man does not walk away from a deal. Окей. Да. И оно действительно работает. Прямо на американской аудитории оно действительно сработало. Это странно, но как бы activate this deal. Да, но в принципе, речь идет именно о том, что иметь такие timing threshold. Смотреть, сколько времени человек проводит в check out. Если, допустим, проводит больше одной минуты, то, может быть, можно давать какой-нибудь купон или что-нибудь маленькое, ну, действительно, маленькое, для того, чтобы... boost conversion. Может делать такие вещи, например, hey there, we couldn't help but notice that you visited the page a few times. It looks like you're really thinking about working here, huh? Give it a short and apply already. Можно, конечно, следить за человеком. Сказать, ну вот ты посетил страницу пять раз за последнюю неделю. Купил же, ну, честное слово. Ну, что тебе, жалко? Ну, вот тебе маленький купон, там, пять долларов или что. Ну, купил же. Ну, да, можно, но это не каждому понравится. Это может быть действительно проблема. Другая история, кстати, о которой я еще не рассказал, это privacy stuff. Например, если мы спрашиваем в чек-ауте title, birthday, gender, телефон, да? Мы что делаем, если телефон хотят? То же самое, что с паролем, правда? Мы знаем, что они правильно следят за нашим форматом нашего телефона, так мы вводим наш телефон, а потом меняем последние две цифры, чтобы не могли позвонить нам. Да? Кто так делает? Ну-ка. Да, многие делают. Ну, вот. Та же самая история. Поэтому для того, чтобы получить корректные данные, правильные данные, нам нужно объяснить, почему нам нужны эти данные. Надо написать, что нам нужен телефон для того, чтобы мы могли доставить посылку, например. Та же самая история с gender, с полом. Обычно нам, как бы, нужно иметь три опции. Да? Male, female и custom option. Некоторые люди просто не хотят давать эту информацию, потому что они знают, зачем мы хотим эту информацию. Потому что мы хотим посылать им спам. Честно говоря. Они не хотят получать спам. И поэтому они хотят... Третья опция всегда, как бы, пустая опция, в которой можно написать все, что угодно. Это очень полезно. Им это, как бы, это дает выход. Way out. Бежда и та же самая история. Обычно нам не нужны полные данные о дне рождении. Нам нужно либо месяц и день, чтобы посылать спам, чтобы кто-нибудь получил купон, например, их день рождения. Или нам нужен только год. И может быть иногда месяц. И только, может быть, в крайнем случае день, для того, чтобы кто-то мог зайти на сайт, кому больше 18, например. То есть нам нужно всегда как бы следовать, следить именно за каждой вот этой маленькой деталью. Потому что на самом деле privacy concerns тоже влияют на конверсию, конечно. И последняя вещь, о которой я хочу сказать, это freebies. Потому что часто мы встречаемся с такой ситуацией, когда мы начинаем что-то покупать, и потом оказывается, что в shopping cart у нас есть freebie. И мы так, ха, интересно. В данном случае это просто очень просто. Standard free packaging, ничего особенного. Но есть и другой вариант. Например, вот такой. Добавляем iPhone 6 sleeve. Оказывается, что в нем еще free gift. Черный. Черный free gift. Есть нечто магическое в этом интерфейсе. То, что заставляет конверсию прыгать с этого потолка. А вот что? Внимание, вопрос. Что это? Ну, бесплатно, да. Но как бы есть не только именно бесплатный freebie. Что? Черный цвет. Количество. Мы-то знаем, почему вот это здесь. Потому что мы либо дизайнеры, либо разработчики. Мы думаем, аженту или шопифай. Мы не можем просто взять и убрать в одном месте. Он просто стоит и все. А для юзеров, ха. А что, если я нажму наверх? Теп. Два. Теп. Три. Ну, три. Теп. Четыре. Все-таки сколько доставит? Один или четыре? Теп. Шесть. Потом начинает делать чек-аут. Доставит один или шесть. Интересно, да? Начинает там чек-аут. Все абсолютно на автопилоте. First name. Last name. Абсолютно вообще никто не задумывается. В этом продукте уже никто не думает вообще. В этот момент это уже как бы один или шесть. Потом, в конце концов, начинают уже подходить к рейтной карточке. Потом, вернемся back, back, back. Семь. Пошли дальше. Чек-аут, чек-аут, чек-аут. Покупает. Все заплачено. Поэтому продукт уже вообще все забыли давным-давно. Потом получает confirmation. Ее написано seven free gifts. И leather iPhone, который настолько скучен уже, что ну а что? Интересный. Так вот. Конечно, конверсия поднимается. Потому что в этот момент люди уже на автопилоте. Их просто интересно. Получили один или шесть или семь. Но. Это интересная вещь. Потому что на самом деле, если они выбрали шесть. То они будут звонить, если что. И жаловаться, что пришел только один. Потому что интенсивно ожидают в этот момент шесть. И вы должны тогда присылать, конечно, шесть. Если они выбрали шесть. Но опять-таки, такие вещи, конечно, как трюки работают. Но это очень грязные трюки. То же самое, как booking.com, например. Можно часто увидеть такие вещи, как, например, freebies. Вот здесь. Free breakfast и так далее. Online access to your booking. Если на самом деле мы вообще-то платим за них наверху. Ну, надо нажать на галочку, чтобы получить. Это не то, что там, представляете, вы едете в Вену, да, в отель. Приходите, говорите, ну что, какие там у вас сервисы, там, джим и так далее. Говорит, завтрак. Нет, а вы на галочку не нажали. Нет, такого не произойдет. Единственная причина, почему здесь эта галочка, для того, чтобы увеличить конверсию опять-таки. Потому что тогда я чувствую, что они получают что-то. Как и с теми radio buttons, которые я показал до этого. Та же самая история. Но в целом, в целом, это все, конечно, такие истории. На самом деле, идите на то, что мы сделали, я думаю, работает лучше всего, по крайней мере, для нас, на моем опыте. Это не значит, что оно будет работать для вас, но, по крайней мере, дает вам какую-то мотивацию или возможные опции, которые могут позволить вам увеличить конверсию. В целом, можно спокойно снизить эту конверсию. Снизить abandonment с 70 до 55, 60 в основном. Не всегда ниже, но иногда и ниже. В зависимости от того, какая у вас публика и сколько стоят продукты на вашем сайте. В целом, вот summary, как бы всего, о чем я сегодня сказал. Но слайды тоже сможете получить, если хотите. Или делаем фотографию сейчас, может быть, или нет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. На этом… Я оставлю этот слайд, ничего страшного. На этом большое спасибо. Я надеюсь, что было что-то полезное сегодня в этом доказе тоже. Был ли у вас опыт упрощения чеккаута с помощью лоина через соцсети? Да, очень хороший вопрос. Был ли опыт упрощения чеккаута через социал логин, типа Twitter, Facebook и так далее? Есть в этом две стороны медали. Во-первых, да, если сделать просто логин через Facebook и так далее, значительно увеличится конверсион, да, потому что, опять-таки, не нужно запомнить, какие поля. Поля у нас заключается в том, что часто у нас была ситуация, что у нас появлялось больше аккаунтов, чем людей. Почему? Потому что люди забывают, чем они зачекинились и залогинились в прошлый раз. То есть получается, что некоторые будут жаловаться на то, что они не могут найти свой order, потому что они один раз купили продукт через свой e-mail, а другой раз через Twitter, например, или через Facebook. Когда мы, в принципе, таком глупом состоянии, потому что мы не знаем… Для конверсии все равно хорошо, но, опять-таки, мы не можем, собственно, помочь, потому что мы не знаем толком, в чем проблема сначала, изначально. Это одна история. Другая история, что в зависимости от того, какой social login… Я сейчас, правда, не помню, какой, какой, но… Не все дают доступ к e-mail. А мы, конечно, хотим посылать спам, да, чтобы люди покупали что-то, как бы какие-то новые продукты в будущем. То есть если это, скажем, one-off, где у нас, допустим, один продукт, и мы покупаем больше ничего, в принципе, нет, или сервис, тогда, наверное, я бы сделал social login. Но если мы хотим, чтобы дьюсер возвращался и покупал другие продукты, которые у нас появятся, тогда я бы не использовал social login. Или, опять-таки, хотя бы тот, который дает нам доступ к e-mail. Но, да, конверсия увеличится, если social login. Более того, есть интересная фишка, которая сейчас появляется. Это в Chrome называется, по-моему, request payment API. Это значит, что, в принципе, это как Apple Pay, но для браузера. То есть мы можем просто взять, использовать эту API, пишем pay now, что-то такое на кнопке, потом она просто берет данные, которые сохранены в Chrome, ты подтверждаешь свою кредитную карточку или свой intent to buy через CVC, и готово. Больше ничего не нужно заполнять. То есть как бы это время всех этих полей, когда нужно было заполнять first-name, last-name, адрес и так далее. Наверняка я думаю, что в следующем году у нас этой проблемы вообще уже просто не будет. Это меня очень радует, конечно. Спасибо за вопрос. Есть вот там еще вопрос у нас, молодой человек. Спасибо за адекват. Все. Вообще будет очень интересный вопрос, я чувствую. Какое самое неправильное решение ты принимал в своих проектах? Самое неправильное решение в моей практике? Это хороший вопрос. Наверное, ну я как бы не сказал, что это практика, но я просто в какой-то момент я думал, что я знаю все лучше других. Это было лет 10 назад, и поэтому я доверял себе, и user interviews, что они знают. Надо же им дать то, что они хотят, правильно, как все говорят. Надо делать им то, что они хотят, а не то, что они не знают, что они хотят, а не то, что они хотят. И поэтому я думал, что ну как бы я знаю лучше, да. А потом в user interviews я очень сильно обломался лет 8-9 назад. Оказалось, что в принципе то, на чем я работал 3 месяца, ну вообще никуда не идет. То есть ну никак вообще. То есть это был большой-большой облом. Поэтому теперь мы в принципе проводим минимум раз в неделю, раз в неделю один user interview. Опять-таки я не очень доверяю IB-тестинг, потому что я думаю, что мы часто крутимся в одном и том же компоте, скажем так. Улучшаем кнопочку тут, там. Как многие из вас, я думаю, имели эту беседу с дизайнером или с коллегой, что если мы изменим, например, радиус, border radius или округление кнопки 10 пикселей на 12 или на 13, а потом на 11 через 2 месяца. Я не думаю, что это на самом деле принесет большие результаты. Принесет может какие-то изменения, если изменить цвет и так далее. Но я действительно предпочитаю сравнивать совершенно разные вещи. То есть как бы одна версия и может быть conversational interface для checkout. Можно попробовать, может это лучше работает. Не то, что там одно поле, два поля, три поля, четыре поля, одна строка, там одна страница, полторы страницы, 1.75 страниц, я не знаю. Как-то совершенно разные дизайны. Потому что раньше я действительно был супер IB-тестинг. IB-тестинг каждую мелочь, как Google, там 67 shades of blue. Я думаю, что может быть мы тогда крутимся в локальном максимуме. Поэтому я пытаюсь скорее совершенно другие решения тоже находить. Спасибо. Влад, было очень интересно. У меня такой вопрос. Какое интерфейсное решение стало для вас в свое время откровением? Откровением? Вау. Это хороший вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Честно говоря. Я думаю, что для меня было просто удивительно видеть, что вот эти многие вещи, которые я перечислил, они настолько очевидны, казалось бы, для нас всех. Но почему мы используем постоянно confirm email везде? Хотя он, в принципе, действительно никому не нужен в данный момент. Потому что, по крайней мере, тесты, которые я проводил, 72% людей используют copy-paste везде автоматом. Это как бы никакой пользы от этого нам нету, как занято, как разработчикам, вообще. И мы как-то используем эти классические вещи постоянно. Я просто не понимаю иногда, почему. Это меня очень удивляет. Мы просто, опять-таки, я думаю, что мы любим менять, может быть, пиксели двигать налево и направо, но мы теряем иногда big picture, мне кажется. Это, наверное, вот эта вещь, которая меня больше всего удивляет. Потому что все эти вещи, которые я рассказал, вы же знаете, что вы делаете это каждый день. Ну, кроме тех, кто не признался. Но это та же самая история, как, например, в некоторых вещах мы не признаемся в целом. Я эту историю постоянно рассказываю, но она очень забавная. Последняя вещь, которую я скажу. Часто мы как бы думаем, что вся информация, которая у нас есть, основана только на данных, статистике, на анализе, на Google Analytics, на клике, я не знаю, что мы используем. И очень часто это совершенно не так, но вообще. Потому что иногда мы не можем связать как бы решение. Например, я работал над одним проектом, который был связан с конфигурацией машин. Нужно было создать конфигурацию машин, машины своей мечты и купить ее. И, конечно, была такая проблема, что никто не покупал машину на мобильном телефоне. Поэтому был вопрос, нам тогда не нужно, наверное, responsive car configurator, потому что все равно никто не покупает. Может быть, никто не покупает, потому что он не responsive? Может быть, изначально? Да, это первый вопрос. А второй вопрос, что всегда нужно следить за usager, не включая то, в чем люди не признаются. Потому что если мы хотим купить что-нибудь дорогое, нам нужно время, чтобы привыкнуть к этой идее, что мы хотим купить что-то дорогое. Когда у нас есть время, чтобы привыкнуть к идее, что мы хотим купить что-то дорогое? Когда у нас вообще есть время? У нас есть время в двух ситуациях обычно. В той, в которой мы не хотим признаваться. И когда мы, например, в автобусе, или в метро, или на трамвае, когда у нас есть время при коммьютинг. А еще у нас есть время, когда мы в туалете. Да? Есть время? Есть. И что мы делаем в туалете? Некоторые из нас, конечно, я не думаю, что многие берут лаптоп с собой, но это очень странно было бы. Я надеюсь, что нет. Но в основном, мобильный телефон всегда рядышком. Некоторые даже не пойдут специально, а потом заберут сначала телефон, чтобы потом пойти, извините, куда надо. Так вот, в мобильном в этот момент у нас есть время. И в этот момент мы, в принципе, можем исследовать эту идею, купить какую-то машину или еще что-то. И в этот момент нам нужно, чтобы этот конфигуратор был responsive, иначе мы просто не можем его использовать. Это все. Но никто никогда не признается в том, что, ну да, я смотрел в туалете на машину, такой user journey, да? User journey map. Я смотрел в туалете, потом я встал, потом я пошел к моему шкафу или к моему куда-нибудь еще, начал пойти, пошел на десктоп, потом спустя еще несколько дней пошел покупать. Такого никогда не произойдет. Но эта информация как бы недоступна никаким аналитикам. Никто никогда им в этом не признается. Но единственная возможность получить эту информацию, это опять-таки говорить с юзерами. Вот и все. Да, спасибо за отличный доклад. Спасибо. Мы разговаривали про имейл, и там может быть соцсети как точка определения пользователя. А рассматривали телефон как уникальный идентификатор, потому что у нас Facebook может быть на один за реган, на другой имейл и так далее, а телефон тем не менее у нас определяет более-менее уникального пользователя. То есть меняется ли как-то процесс регистрации или там чекаут или что-то, вот ставя в центр, да, Cornerstone, это ставить телефон пользователя, а не… Телефон, ты имеешь в виду именно номер телефона? Номер телефона, да. Это как бы всегда тоже целая история, потому что не каждый хочет давать свой номер телефона. Ну я просто приведу пример. Я занимался разработкой агрегатора доставки еды. И у нас была проблема, что человек один раз регался через Facebook, другой раз через имейл, третий раз вообще не регистрировался, а потом он хотел видеть все свои заказы. Именно такая же история у нас тоже была. И мы делали такую тайную склейку, можно сказать, по номеру телефона. Это интересный вариант. Может есть какие-то у вас там паттерны или примеры, как там это более делать явно или более удачно с телефоном? Я думаю, что это хороший вопрос, потому что на самом деле телефон действительно уникальный. Но когда я работал в Германии, это была действительно большая проблема, потому что люди не любят давать, как бы такие информации, как, например, день рождения или номер телефона. То есть, но я не тестировал, я не могу сказать, что как бы это работает или нет. Но я могу себе представить, что оно может работать в целом, да. Это хороший момент, но мы это не протестируем. Спасибо. Нам есть еще один вопрос. Послушаем. Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Круто презентовали. Это очень важно. Мне интересует вопрос из вашего личного опыта. Какое было решение принято? Может, неординарное или оно… Вы не ожидали, что это решение повлечет за собой какое-то увеличение прибыли или увеличение регистрации пользователей, потоков пользы? Что это было за решение? Это тоже хороший вопрос. Вопрос в том, было ли какое-нибудь неординарное решение, которое вдруг мы как бы приняли, случайно или не случайно, и которое привело, действительно, к большому, значительному результату? У меня были решения, которые я принял, которые приводили к очень плохому результату. Неординарные. Поэтому я скажу, я не знаю, что лучше, честно говоря. Одна вещь, которую мы решили добавить, я, может, покажу сегодня вечером, в check-out. На это есть причины. Мы добавили check-box, который, как обычно, мы начинаем делать check-out, и обычно, что есть, и всегда это в check-box, типа «Please subscribe to email» и ля-ля-ля. И, конечно, я знаю, что мы все, конечно, делаем uncheck, потому что никто не хочет получать спам, опять-таки. Я подумал, а почему бы нам это не поменять? И, скажем, вместо того, чтобы поставить туда email-нислеера, оставить цитата «I just like ticking off large check-boxes». Тогда люди приходят, начинают смотреть, думают, что это такое. Что это значит. И тогда в данный момент, как мы всегда думаем, что не нужно заставлять людей ждать. Don't make people think, don't make people wait, и так далее. Поэтому почему бы и нет. Иногда. Может быть, иногда стоит задуматься и сказать, может быть, подождет две секунды, подумает. В этом, в смысле, разве так плохо, разве так ужасно? Потому что в данный момент, как я еще вам буду рассказывать сегодня вечером, я думаю, что многие из сайтов выглядят совершенно идентично сегодня. Потому что мы пытаемся использовать запилоти и все эти вещи, которые best practices, которые нам все говорят. Но мы в то же время теряем уникальность, опять-таки, каждого сайта. Я не знаю, насколько людей здесь может, например, сейчас вспомнить хотя бы один сайт, который был настолько крут за последние две недели, что вы до сих пор помните о нем сегодня. Из него докладчик будет. Может быть, я не знаю, может быть, несколько, может, какой-нибудь. Не знаю. Бывший креативный директор этого сайта сегодня выступает. Это я не расслышал. А, приветствую. Так, можно вопрос задать? Да. Я по поводу юзер-интервью... А, это вопрос. Понял. Не, не, перед этим была шутка. А. Я не расслышал просто, потому что я слышал скорее оттуда, а ты тут. Ну, сайт Порнхаб. Вот. Вопрос, вопрос, значит, по поводу... Самый лучший сайт в мире. По поводу интервью, еженедельного интервью. То есть, это какие-то интервью, которые идут по одному и тому же сценарию, или вы фокусируетесь на каких-то фичах, которые хотите про... Вот в эту неделю мы хотим опросить о там... Хорошо вопрос. О там странице продукта или о странице категории. Или это один и тот же список вопросов для всех, для того, чтобы структурировать информацию, или просто там, не знаю, о погоде, и тут вдруг там человек... Когда мы проводим юзер-индивиус, у нас обычно есть 6-7 разных сценариев на самые разные вещи. Потому что чаще всего мы занимаемся как бы сначала как бы одной вещь, например, check-out, потом может быть что-нибудь login, password recovery и так далее. И поэтому у нас есть как бы сценарии, что нужно сделать на разные ситуации. И тогда мы проводим как бы тест того, над чем мы сейчас работаем. Это мне позволит... Но иногда мы не возвращаемся. У нас есть такой луп. Например, опять-таки, если посмотреть на сайт, на новый сайт, который мы сделали, я уверен, как бы, я действительно уверен, что многим очень-очень не нравится article layout, как выглядят статьи. Но я знаю по своему опыту, что если вам дать 5 дней или 7 дней, у вас поменяется мнение. Поэтому, когда люди пишут, это самый лучший layout в мире, я... Окей, 5 дней. То есть я... Мы проводим лупс. Когда, если я вижу, что-то не так, я вам, знаете, какое-то решение, потестируем оно окей. Окей, потом мы через 7 дней проводим еще раз на эту же телу. Но обычно, конечно, уже не те люди, а другие люди. Но в целом, как бы, у нас есть 7 сценарий, которые вот так идут, как лупс. А потом сравнивать результаты, да? Спасибо. Спасибо за вопросы, спасибо за ответы. Вау, хороший вопрос. Спасибо.